Ого! Слухай, а тебе иначе 20? Правонарфорта нормализует сечевыпускание, оздоровляет простату, подсиляет либидо и потенцию. Человеки оценят. Женки запомнятают. Атака кремлевскими фейками. Под Киевом уничтожили 5 комплексов Патриот. Почему нарративы взялся продвигать сам Путин? Никому другому уже просто не доверяют. Зачем российская пропаганда придумывает невиданные потери ВСУ? Создать оптимистичную картинку для внутреннего пользы. И как Кремль развернул информационную волну против Украины в западных СМИ. Главный месседж на Запад, что не нужно поставлять Украине леопарды. Это фрагмент из сюжета российской пропаганды. ВСУ пытались прорвать оборону на одном из самых горячих участков спецоперации, но встретили вот такой отпор. Но есть несколько нюансов. Рассказывая об украинских потерях, пропагандист показывает уничтоженный российский танк Т-80БВ. Прокололись и на еще одной детали. В кадр попал полуобгоревший шеврон с надписью «Русская тактическая борода», видимо, одного из ликвидированных танкистов-оккупантов. На фаиках российская пропаганда наладила целое кинопроизводство. Для убедительности, якобы сдачи в плен, украинских танкистов кино снимали ночью, чтобы никто случайно не разглядел очередных проколов. А вот так, под видом леопардов, россияне уничтожали комбайны в украинском поле. Ну давай по нему отработаем с этого. Наверное, эти два комбайна Путин тоже посчитал, фантазируя об украинских потерях во время встречи с так называемыми военкорами. Потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа. И так из каждого российского утюга. Вы с напамятным жестом доброй воли. У нас просто недостаточно концентрации сил. Они не готовы на переговоры, пока мы не отдадим Крым. Мы отдадим Крым. Кремлевские рупоры устроили настоящую истерию по поводу контрнаступления ВСУ. Ну они попытались там туристическую атаку на Белгородскую область. И у них не получил, но сегодня получил. Чего добиваются и на кого рассчитана эта огромная порция фейков? Давайте разберемся. В украинской разведке говорят, что страна-агрессор действительно запустила сценарий массированной информационной атаки. Сразу для нескольких целевых аудиторий. Сейчас активная фаза действий украинских сил безопасности и обороны. Фаза, обсуждаемая всем миром. И с одной стороны, рашисты хотят объяснить собственному зомбированному обществу, что у них все хорошо, что все под контролем, все идет по плану. И они пачками уничтожают ту же западную технику, которая, безусловно, не соответствует действительности и является фейками и не больше. С другой стороны, конечно, задача повлиять на свободный мир, наших партнеров, расшатать проукраинскую антипутинскую коалицию. Развенчивание российской пропаганды о безумных потерях Украины прозвучало с неожиданной стороны. Украинцы начали наступление. Я вам рассказываю, как есть, не так, как наступление. Они делают все грамотно. Потеряли они два леопарда и несколько Брэдли и так далее. Собственно говоря, обычные боевые потери. На самом деле, эксперты убеждены, что за этой масштабной атакой фейков скрываются страхи кремлевской верхушки. Они опасаются украинского контрнаступления, потому что до сих пор не понимают, на что способны украинские вооруженные силы. Они не до конца понимают, и поэтому, конечно, такое вот ощущение опасности. Опять-таки, мы это видим по интонациям, разным текстам и даже у того же Путина. Тогда ведь у того же Путина. Свой страх сам Путин не смог скрыть физически, когда во время встречи с так называемыми военкорами вздрогнул от обычного звона ложки. Это, видимо, корректировка. И это перечеркнуло его попытки выглядеть на той встрече простым парнем и одновременно якобы лидером, который все контролирует. Говоря о его внутреннем состоянии, о ложке, которая упала, и он там строгнул или что-то там искривился, вот это реальное его состояние. Он боится очень сильно. В первую очередь за себя. Понятно, что не за Россию, не за народ. Плевал он с высокой башней. За расшатывание поддержки Запада в Кремле взялись с тройным рвением. Байден, на самом деле, абсолютно управляем украинцами. Привлекли армию прикормленных экспертов и медийщиков часто с сомнительной репутацией. Но даже в солидных западных СМИ начали появляться публикации с позиции страны-агрессора. Конечно, сравнивать, ставить в один ряд жертву и агрессора, но это не те стандарты журналистики, от которых говорит цивилизованный мир. И, конечно, задача Украины всему миру напоминать, что это не соревнования, не спорт, это трагедия, за которой стоят ежедневные утраты человеческой жизни. Провал информационной атаки на Запад подтвердило заявление министра обороны США. Тот после очередного Рамштайна иронически высказался о российских фейках. «Я думаю, россияне показали нам одни и те же пять машин уже тысячу раз из десяти разных ракурсов. Но, честно говоря, у украинцев всё ещё много боевых возможностей». Сам Путин выдал на гора ещё одну фантазию. «Под Киевом уничтожили пять комплексов «Патриот». И это при том, что их у нас всего два. И ты нужно уметь уничтожить пять из двух комплексов «Патриот». Эксперты заметили, что кремлёвские нарративы теперь продвигают не только привычные пропагандисты. «То есть вместо забавного Коношенкова уже Шойгу начинает комментировать ход украинского контрнаступления. Очень интересный эффект. И это же касается общения человека, похожего на Путина, с военкорами. Никому другому уже просто не доверяют. Поэтому вынуждены выпускать тяжёлую артиллерию. «Ну, может, это потому, что пропаганда начала давать сбои?» «Украина уже вооружена Западом лучше и больше, чем любая страна НАТО». «Нужны нам территории, которые не хотят с нами жить? Не уверена я в этом». «Позавчера она говорила, что с лица земли, значит, всё надо снести. А сегодня вдруг уже какой-то непонятный, значит, такой пацифизм. Потому что на сегодняшний день Маргарита Симоньян и Ольга Скобеева, думая о будущем, вынуждены оценивать с точки зрения того, сядут они на скамью подсудимых, а потом на долгие годы в тюрьму или не сядут». А может, в российской пропаганде просто началась неразбериха? «Это разная несогласованность, некординированность на разных даже каналах, не говоря уже о телеграммах и о медиа. Мне кажется, что такая машина, слаженная, там до сих пор не сформирована. Поэтому есть несколько центров с разным финансированием, с разным руководством, которые ещё что-то там рожают». Всю суть путинской России на этой неделе продемонстрировала гордость диктатора Питерский экономический форум. Без интернета, из-за страхов бункерного, с усиленной дезинфекцией. И чудом российского автопрома, новинкой «Ладой», которая даже не завелась. «Не заводишься?» Оксана Дворецкая, специально для телеканала «Фридом».